Абу-Ад-Дарда Абу-Ад-Дарда отталкивал от себя всё мирское, руками и сердцем. Абдул-Рахман ибн Ауф Уваймир ибн Малик аль-Хазраджи, прозванный в народе Абу-Ад-Дарда, встал рано поутру и сразу направился к своему идолу, которого он установил в самом почётном месте своего дома. Там он тщательно умастил его самыми лучшими и изысканными благовониями из тех, которые были в его большой лавке. Затем он обредил идола в новые одежды, изготовленные из лучшего шёлка, которые накануне преподнёс ему в дар один из купцов, прибывший из Йемена. Когда солнце поднялось, Абу-Ад-Дарда вышел из дома, направляясь в лавку. Все улицы и переулки Ясриба были переполнены последователями Мухаммада, алей-иссаляту ассалям, которые возвращались после битвы при Бадре. Впереди победителей двигались огромные толпы пленных курайшитов. Увидев их, Ад-Дарда устремился к возвращающимся мусульманам и, подойдя к одному юноше из племени Хазрадж, спросил его о судьбе Абдул-Эйбн-Равахи. Юноша Хазраджит ответил ему, он проявил в битве чудеса героизма и вернулся невредимым с большой добычей. Юноша тем самым успокоил Абу-Дарду и нисколько не удивился его вопросу об Абдул-Эйбн-Равахи. Всем людям были известны связывающие их узы братства. Абу Ад-Дарда побратался с Абдул-Эйбн-Равахой ещё в период Джахилии. Когда пришёл ислам, Абду-Эйбн-Раваха принял его, а Абу Ад-Дарда отказался от новой религии. Однако это разногласие не разорвало тесные узы, которые связывали этих двух людей. Абдул-Эйбн-Раваха продолжал регулярно навещать Абу Ад-Дарду, увещевал его, призывая принять ислам, и очень сожалел о каждом дне прожитом Абу Ад-Дардой язычником. Абу Ад-Дарда пришёл в лавку, расположился на высоком сидении и занялся торговлей, подгоняя своих приказчиков. Он ничего не знал о том, что в это время происходило у него дома. В этот момент Абдул-Эйбн-Раваха шёл к дому своего товарища, твёрдо решив воплотить в жизнь один свой замысел. Подойдя к дому Ад-Дарды, Абдул-Эйбн-Раваха увидел, а во дворе находилась Ум Ад-Дарда, жена Абу Ад-Дарды. Он обратился к ней. «Мир тебе, о Ум Ад-Дарда!» «И тебе, мир, о брат Абу Ад-Дарды», — ответила она. «А где Абу Ад-Дарда?» «Он ушёл в лавку и должен скоро вернуться». «Разрешишь войти?» — осведомился Абдул-Эйбн-Раваха. «Добро пожаловать!» — ответила Ум Ад-Дарда и впустила его. Затем она ушла в свою комнату и занялась там домашними делами и детьми. Абдул-Эйбн-Раваха вошёл в комнату, где Абу Ад-Дарда установил своего идола, достал молоток, который он принёс с собой, и, наклонившись над идолом, начал разбивать его, приговаривая, «Истинно, всё, что приобщают к Аллаху — ложь». Разбив на куски идола, он ушёл из дома Абу Ад-Дарды. Войдя в комнату, где стоял идол, Ум Ад-Дарда была ошеломлена, увидев идола, превратившегося в груду осколков, разбросанных на полу. Она начала горестно хлопотать себя по щекам, восклицая, «Ты погубил меня, ой, Эбн-Раваха!» «Ты погубил меня, ой, Эбн-Раваха!» Вскоре Абуд-Дарда вернулся домой и застал свою жену, сидящей у двери комнаты, где стоял идол. Она с испугом взирала на него. «В чём дело?» — спросил Абу Ад-Дарда. «В твоё отсутствие приходил твой брат Абдулла ибн-Раваха!» — сказала она. «И вот что натворил с идолом. Можешь сам посмотреть». Взглянув на идола, Абу Ад-Дарда увидел, что он превратился в груду камней. Страшно разгневавшись, он решил отомстить Абдулле. Однако очень скоро он успокоился. Его гнев утих. Поразмыслив над тем, что произошло, он сказал, «Если бы в этом идоле было добро, то он обязательно защитил бы себя и отвёл бы зло». Он тут же направился к Абдулле ибн-Равахе, а затем они вместе пошли к посланнику Аллаха, алей-иссаляту ассалям. Там Абу Ад-Дарда объявил о своём принятии религии Аллаха. Это был последний язычник в округе, принявший ислам. С самого начала Абу Ад-Дарда искренне уверовал в Аллаха и его посланника каждой частицей своего тела и души. Он очень сожалел о том, сколько добра он упустил в прошлом, когда понял, насколько опередили его товарищи в познании религии Аллаха, изучении книги Аллаха, религиозных обрядов поклонения и обретении праведности во имя приобщения своих душ к Аллаху и собственного спасения. Абу Ад-Дарда решил непрестанным и упорным трудом днём и ночью нагнать всё упущенное им из знаний с тем, чтобы догнать и превзойти своих товарищей. В своём поклонении он абсолютно отрешился от всего земного, жадно устремившись к знаниям. Абу Ад-Дарда упорно читал и изучал книгу Аллаха, запоминая аяты наизусть и глубоко вдумываясь в их смысл. Заметив, что коммерция лишает его радости поклонения и мешает ему посещать все образовательные собрания, он без малейшего колебания и сожаления оставил торговлю. Когда кто-то задал ему вопрос, почему он это сделал, он ответил, «До моего обета посланнику Аллаха, я был купцом, приняв исламскую веру. Я хотел одновременно заниматься коммерцией и поклонением, но когда мне это не удалось, я оставил торговлю и полностью посвятил себя поклонению. Клянусь Аллахом, мне хотелось бы сейчас, чтобы у меня была лавка у входа в мечеть, тогда бы я не пропускал коллективный намаз, а затем занимался бы торговлей, имея ежедневный доход в 300 динаров». Взглянув на задавшего вопрос, он продолжал, «Я не говорю, что Всевышний и Всемогущий Аллах запрещают торговлю, но мне хотелось бы быть среди тех, кого коммерция не отвлекает от поминания Аллаха». Абуд-Дарда не только оставил торговлю, но и отрешился от всего мирского. Ему прийтили блески Мишура Всего Земного. Он довольствовался чёрствым куском хлеба и грубой одеждой, чтобы только прикрыть свою ноготу. Как-то очень холодной ночью к нему зашла группа людей. Угостив их горячей пищей и пригласив переночевать, Абуд-Дарда не дал им одеял. Укладываясь спать, люди заговорили между собой по этому поводу, и один из них сказал, «Я пойду к нему и скажу об этом». Второй сказал ему, «Не делай этого». Но первый всё-таки решил пойти к Абуд-Дарде. Подойдя к двери его комнаты, он увидел Абуд-Дарду лежащим, а его жена сидела рядом с ним. На них обоих была лёгкая одежда, которая не могла защитить от жары или спасти от холода. Человек сказал Абуд-Дарде, «Я вижу, что ты спишь в таких же условиях, как и мы. А где же ваши вещи?» Абуд-Дарда ответил, «Наш дом там, и мы сразу же отправляем туда все вещи, как только их приобретаем. Если бы в этом доме у нас что-нибудь было, то мы обязательно отдали бы это вам. На нашем пути, к которым мы пойдём к другому дому, есть серьёзное препятствие, которое можно преодолеть только налегке, не быть отягщённым ничем». «Поэтому мы не хотим иметь ничего тяжёлого, чтобы успешно преодолеть это препятствие». «Ты понял?» просил он человека. «Да, понял», — ответил тот. «Да воздастся тебе добром». Талиф Аль-Фарук хотел отправить Абуд-Дарду наместникам в Шам, но он отказался. Омар продолжал настаивать, и Абуд-Дарда сказал, «Если ты хочешь от меня, чтобы я отправился к ним учить их книги и Господа, и сунь их пророка, а также молиться с ними, то я готов». Эти слова очень обрадовали Амара, и Абуд-Дарда направился в Дамаск. Прибыв туда, он обнаружил, что многие люди погрязли в роскоши и мирских утехах. Это ужаснуло Абуд-Дарду, и он призвал людей в мечеть. Когда все собрались, Абуд-Дарда встал перед ними и сказал, «О, жители Дамаска, вы наши братья по религии и соседи по дому. Вы наши союзники в борьбе с врагами. О, жители Дамаска, что же мешает вам отнестись дружелюбно ко мне и внять моему совету? Мне ничего не нужно от вас. Я даю вам совет, а мои расходы оплачивают другие. Я вижу, как смерть постепенно забирают у вас ваших учёных мужей, а ваши невежественные люди не учатся. Я вижу, как вы охотно принимаете то, что гарантировал вам Всевышний и Всемогущий Аллах, но в то же время игнорируете то, что Он повелел делать вам. Разве я не вижу, что вы накапливаете то, что не в силах проглотить? Вы строите то, где не живёте. Вы надеетесь на то, чего не достигнете. До вас были народы, которые и надеялись, а прошло немного времени, и все они обратились в прах. Все их надежды были тщеславиями самообольщением, и дома их стали могилами. Вы помните, о жителе Дамаска, что стало с народом ада? Сколько у них было денег и детей? А кто сегодня купит у меня их наследство хотя бы за два дирхема? Все присутствующие так разрыдались, что их плач был слышен даже за стенами мечети. С того дня Абуд-Дарда начал активно посещать собрания людей в Дамаске и объезжать рынки. Он отвечал на вопросы, учил невежественных, приструнивал отлынивающих, используя любую удобную возможность или подвернувшийся случай. Как-то на улице Абуд-Дарда заметил толпу людей, которая, окружив одного человека, начала с ругательствами избивать его. Подойдя к людям, Абуд-Дарда осведомился, в чем дело? Люди ответили, этот человек совершил большой грех. Абуд-Дарда спросил, а если бы этот человек упал в колодец, вытащили бы вы его оттуда? Да, конечно, ответили люди. Не ругайте и не бейте его, сказал им Абуд-Дарда, а увещевайте и наставляйте. Воздавайте хвалу Аллаху, который не позволил вам совершить такой же грех. Разве ты не ненавидишь его? спросили люди. Абуд-Дарда ответил, мне ненавистно то, что он совершил, а если он прекратит свои греховные действия, то станет моим братом. Человек, совершивший грех, разрыдался и заявил о своем покаянии. Однажды какой-то юноша обратился к Абу-Аддарде, наставь меня у сподвижник посланника Аллаха Абуд-Дарда сказал ему, о сын мой, поминай Аллаха в добре, и он помянет тебя в беде. О сын мой, набирайся знаний, учись, больше слушай, что говорят тебе. Старайся не быть невежественным, ибо иначе тебя ждет гибель. О сын мой, пусть мечеть станет твоим домом. Я сам лично слышал, как посланник Аллаха Али-Иссаляту Ассалям говорил, мечети – дом каждого праведного человека. Всевышний и всемогущий Аллах обеспечил тем, чьим домом стала мечеть, спокойствие, милость и возможность идти по пути его благосклонности. Как-то группа молодых людей сидела у дороги. Они весело болтали и разглядывали прохожих. Подойдя к ним, Абу-Аддарда сказал, «О дети мои, дом мусульманина – это его келья, где он усмиряет душу и взор. Не сидите без дела на рынках ради пустого времяпрепровождения». Однажды, когда Абу-Аддарда был в Дамаске, Муавия ибн Абу-Суфьян посватал своего сына Язидах его дочери. Однако Абу-Аддарда отказался выдать свою дочь за сына Муавии и отдал свою дочь за простого юношу-мусульманина, который отличался праведностью и благонравием. Людям стало это известно, и среди них пошли разговоры о том, что Язид ибн Муавия посватался к дочери Абу-Аддарды, но он отказал ему и выдал свою дочь за простого мусульманина. Когда Абу-Аддарду спросили о причине этого, он ответил, «Тем, что я сделал, я хотел добра для своей дочери. Как это?» – спросили люди. Абу-Аддарда ответил, «Представьте себе мою дочь в окружении рабов, которые прислуживают ей, а она сама будет находиться в роскошных чертогах. Что же в таком случае произойдет с ее религией?» Когда Абу-Аддарда находился в Шаме, туда со знакомительным визитом прибыл правитель правоверных Умар ибн Аль-Хаттаб. Вечером он пришел навестить Абу-Аддарду в его доме. Толкнув дверь, он заметил, что на ней не было никакого запора. Когда Умар вошел в абсолютно темный дом, Абу-Аддарда услышал его шаги, поднялся ему навстречу, поприветствовал и усадил рядом с собой. В кромешной тьме, не видя друг друга, друзья начали неторопливую беседу. Ощупав изголовье постели Абу-Аддарды, Умар обнаружил, что вместо подушки у него была конская попона. Матрас набит мелкими камнями, а одеяло было таким тонким, что совершенно не защищало от дамасских колодов. Умар воскликнул, да смелости виться над тобой, Аллах, разве я тебе не помогал? Разве я не посылал тебе средства? Абу-Аддарда ответил, а помнишь ли ты, Умар, адис, который рассказывал нам посланник Аллаха? А какой именно, спросил Умар. Абу-Аддарда сказал, разве не он сказал, пусть будет у каждого из вас мирских благ столько же, сколько есть поклажа у всадника. Да, он говорил так, ответил Умар. А что мы сделали после него, Умар? воскликнул Абу-Аддарда. Умар и Абу-Аддарда разрыдались. Они плакали до тех пор, пока не наступило утро. Находясь в Дамаске, Абу-Аддарда продолжал увещевать его жителей, читать им и учить их книге Аллаха и мудрости, пока не пришла ему пора умирать. Когда же он смертельно заболел, к нему пришли его соратники и спросили, на что ты жалуешься? На свои грехи, ответил Абу-Аддарда. А чего ты хочешь, спросили его? Чтобы мой владыка простил меня, ответил он. Затем он сказал окружающим, внушайте мне, нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, посланник Аллаха. Он продолжал повторять это, пока не испустил дух. Когда Абу-Аддарда предстал перед своим владыкой, Ауф ибн Малик аль-Ашчаи увидел во сне обширную зеленую и тенистую лужайку, на которой стояла большая кожаная палатка, а вокруг паслось огромное стадо овец. Кому принадлежит все это? спросил он. Абдурахману ибн Ауфу было сказано ему. И Абдурахман, выйдя из палатки, сказал ему, о, ибн Малик, это все всемогущий Аллах не спасал нам через посредство Корана. Если бы ты шел этим путем, то увидел бы то, чего никогда не видел, и услышал бы то, чего никогда не слышал, а также нашел бы то, о чем даже и не помышлял. Ибн Малик спросил, а для кого все это, о, Абу-Мухаммад? Он ответил, всемогущий Аллах приготовил все это для Абу-Аддарды, который отталкивал от себя все мирское и руками, и сердцем.